МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Долгожданное событие для автомобилистов. Техосмотр отвязали от дорожного сбора. Какие еще изменения ожидают автовладельцев, узнала Марина Северьянова. Безопасность сети. Как не стать жертвой киберпреступников. Советы экспертов и репортажи Екатерины Жданович. Забота о подростках. Как оградить детей от различных невзгод, которые подстерегают в повседневной жизни. Об этом наше воскресное интервью. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. В начале 2021 года принесло белорусам много новостей и законодательных изменений. Одно из самых обсуждаемых и долгожданных – техосмотр отвязали от дорожного сбора. Да и сам сбор заменили на транспортный налог. И теперь на диагностических станциях вереницы машин. Почти на каждой втрое больше, чем обычно. Все работают на максимальных оборотах. Марина Северьянова побывала на одной из них, чтобы пообщаться с водителями и специалистами. А также узнала, какие еще изменения готовятся для автовладельцев. Александр Коваль на диагностическую станцию первого автопарка приехал с самого утра. Говорит, не ожидал, что будет такая очередь из желающих пройти техосмотр. Долго ли вы ждали свою очередь? Да, конечно. С 9 утра ожидал. Вот только заехал. Это была живая очередь? Или вы записывались? Нет, это живая очередь. А вы уже были на каких-то других станциях техобслуживания? Я каждый год здесь прохожу, поэтому мне здесь нравится. Но в этом году все сложно. Вы сегодня уже будете спокойны? Наверное. Еще один Александр рассказывает, что на диагностическую станцию торопился не под влиянием ажиотажа, а по плану. Настекает срок прохождения техосмотра. За рулем гомельчанин почти четверть века. И безопасность на дороге, которая в том числе зависит и от состояния автомобиля, всегда на первом месте. Сколько ждете в очереди? Ну, часа два-три где-то так. Какой вы были по счету? А я даже не считал так, сколько по времени. Почему решили одним из первых пройти техосмотр в этом году? Ну, потому что, говорит, всегда прохожу как положено техосмотр. И решил, вот срок заканчивался, решил пройти. То есть это не потому, что ажиотаж, а потому что вы просто так привыкли заканчивать и сразу проходить? Да, чтобы проблем не было нигде ни на дороге, ни с ГАИ, ну, чтобы не нарушать ничего правила. На диагностику автомобиля уходит до 18 минут. За это время нужно проверить более 30 позиций. Чаще проблемы находят в рулевом управлении и тормозной системе. Инженер-диагност Виталий Бережко такого потока машин на диагностической станции не припомнит. В декабре, говорит, было втрое меньше. Сейчас 110-120 машин в день. С начала вашей сегодняшней смены какая машина уже у вас? Ну, по счету я сказать не могу, потому что, ну, где-то на двоих около 70 машин уже проверили. То есть... Непривычно много? Ну, да. То работали не спеша, а сейчас нагрузка немножко увеличилась. Ну, мы думаем, справимся с этой задачей. На станции говорят, что на техосмотр активно начали приезжать автовладельцы, которые годами его не проходили. На вопрос, почему, объясняют, что машина, например, долго была неисправной. Но сразу видно, что дело не в этом. Ну, у нас такие есть, вот люди приезжают с 16-го года даже, они проходили, задаем вопрос, почему, вот, где вы были эти годы? Он говорит, что у меня машина была сломана, а машина, там, смотришь на нее, она где-то как с салона, можно сказать. Ну, то есть отвязали дорожный сбор, люди поехали. Сколько составляет сейчас прохождение техосмотра? Ну, вот как эта машина легковая, она работает, двигатель бензиновый, значит, 23 рубля 70 копеек. И плюс допуск? Допуск 8,70. То есть теперь это стало вполне бюджетно, можно всем пройти техосмотр наконец? Конечно, я так думаю, что да. Бум на прохождение техосмотра не падает. Мы обзваниваем диагностические станции раз в несколько дней. Буквально везде в эти январские дни машин в 2-3 раза больше, чем в предыдущие месяцы. И общая статистика по выданным допускам к дорожному движению впечатляет. За первую декаду января 2021 года нашими сотрудниками, инженерами по допуску было выдано более 7,5 тысяч разрешений. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то этот показатель составлял всего лишь 2100 разрешений. Рост у нас составил более 220%. Несколько дней на диагностических станциях Беларуси были перебои с выдачей сертификатов на прохождение техосмотра. Бланков просто не хватало. Люди тревожились, не оштрафуют ли. Так вот, нет, сообщили нам в госавтоинспекции. Вообще же допуск в бумажном виде – это прошлый век, говорят в филиале Белтехосмотра по Гомельской области. Очень скоро все будет исключительно в электронном формате. Вся информация об прохождении техосмотра, о допуске его к участию в дорожном движении, есть в электронной базе нашего предприятия. Любой сотрудник ГАИ может проверить и убедиться, что автомобиль эксплуатируется с допуском к участию. Кстати, чтобы не мучиться в долгом ожидании в живой очереди, записаться на техосмотр можно онлайн. Пока не все диагностические станции могут предложить такую услугу. Но специалисты филиала Белтехосмотра по Гомельской области уверяют, что эта проблема будет решена в ближайшее время. С нашими собеседниками мы несколько раз говорили о том, что записаться на прохождение техосмотра можно онлайн. А сейчас расскажем, как это можно сделать. Например, находим филиал автобусного парка номер 1. Здесь есть диагностическая станция номер 37. И онлайн-запись на прохождение техосмотра. Далее находим первое свободное время. Оно у нас есть на 27 января 15.00. И записываемся для этого, оставляем свои контактные данные. И в назначенное время приезжаем на техосмотр. А еще в ГАИ напоминают. Ни у кого нет цели штрафовать даже за отсутствие самого техосмотра. Эта отметка нужна не государству, а самому автовладельцу и его пассажирам. Жизнь и безопасность своя и близких дороже времени, которое тратится на прохождение этой процедуры. Есть водители, к сожалению, которые не следят за своим транспортным средством. И вот для этого необходимо проходить государственный технический осмотр, где специалист уже определит неисправность, к которой нельзя эксплуатировать данный автомобиль. Но автовладельцам важно помнить не только про техосмотр. Вовремя необходимо платить и новый транспортный налог. Его ставки в сравнении с госпошлиной будут ниже. Те, кто в прошлом году эту сумму уплатил, транспортный налог до окончания ее действия платить не будут. 2021 год является переходным годом. То есть в этом году уплата будет произведиться на основании извещения налогового органа. И она составит для всех транспортных средств одинаково одна базовая величина. В последующем, в 2022 году, налоговыми органами будет производен пересчет в зависимости от времени пользования транспортных средств, от категории транспортного средства. Будет зачтена та одна базовая величина, которая была уплачена в 2021 году в качестве авансового платежа. И налоговыми органами будет опять-таки направлено каждому владельцу извещение налогового органа, по которому ему надо будет уплатить с конкретной суммой и сроком уплаты. Срок уплаты в 2021 году не позднее 15 декабря. Одна базовая величина. А по 2022 году это уже не позднее 15 ноября. Так как контролировать эти платежи будет налоговая инспекция, увильнуть от них вряд ли получится. Марина Северьянова, Валерий Гопанько, Новости недели. От ответственной работы аграриев во многом зависит экономика районов. Три заслушливые года нанесли большой урон сельскому хозяйству. Однако причина того, что многие сельхозпредприятия минусуют, не только в этом. О сложностях населения и что с этим делать, говорили на совещании в Калинковичах. Подробнее об этом и других важных событиях уходящей недели далее в обзоре от службы информации. Разговор на совещании в Калинковичах, которое проводил первый заместитель председателя Гомельского облсполкома Игорь Чеснок, получился довольно обстоятельным. Несмотря на то, что многие показатели за декабрь прошлого года перевыполнены, в целом за год не достигли 100%. Акцент на самостоятельном выращивании кормов, своевременной племенной работе. И, соответственно, на повышении надоев молока. Этот показатель в Калинковичском районе значительно ниже, чем средний по области. Деньги на поддержку хозяйства никто не будет выделять без особых на то причин. В первую очередь нужно рассчитывать на собственные силы. Задача разработать детальный план по хозяйствам, которые не выполнили доведенные параметры. Через неделю доложить и приступить к устранению проблемных вопросов. В Гомельской области продолжается практика проведения семинаров для председателей районных советов депутатов. Их цель – распространять лучшие разработки во всех сферах. На этот раз основное внимание было уделено привлечению инвестиций и реализации инициатив Калинковичского района. Основная цель таких семинаров – познакомить председателей районных советов депутатов с лучшими разработками в регионах. Не исключено, что некоторые идеи потом будут реализованы в других местах. Правда, в связи с пандемией коронавируса в прошлом году количество подобных семинаров пришлось сократить. Но полностью останавливать данную работу в областном совете депутатов считают нецелесообразным. Ведь речь идет об инвестициях в будущее. Наркомания, суициды, педофилия, опасности в сети – это малая часть того, чего так хочется оградить наших детей. А травматизм – быту, когда кружка кипятка может стоить жизни. Но и это не все. Зачастую безразличие таит не меньшую опасность. Какими методами сегодня работают на профилактику комиссии по делам несовершеннолетних? И как влиять на так называемых трудных детей? И как быть, если трудные родители? Об этом и не только интервью с заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского гор-исполкома Алиной Кулаковской. Добрый день, Алина Егоровна. Спасибо, что пришли. Как относитесь к народному термину «трудные дети»? Я бы сказала, что «трудные дети» термин, он-то, смотря для кого он трудный, что мы видим под понятием «трудные дети». Неудобные, либо они слишком активные, либо они слишком непослушные, либо слишком веселые. Что такое «трудные дети»? Но, как я понимаю, ребята, которые совершают правонарушения, ведут себя не так, как все, выделяются из толпы в негативном плане. Список можно продолжать. Конечно. Да, есть дети с поведениями, с конфликтами, в законы, которые вступают, естественно, которые не соблюдают правовые нормы, например, зная по незнанию, либо по знанию, либо по условию причины, которые были созданы их родителями, они нарушают законодательство. Есть разные причины. Наверняка неоднократно и вы, коллеги, анализировали ситуацию. А что, если трудные не ребята, трудные родители? Конечно. Это апариори так, потому что дети подражают своим родителям. И у трудных родителей, как правило, трудные, можно сказать, трудные дети. Что такое трудные? То есть родители, которые недостаточно уделяют внимания своим детям. Есть какое-то семейное неблагополучие, что является условием и причиной совершения ребенка о правонарушении, преступлении. Есть среда, которую родители не рассмотрели вовремя. Есть плохая компания, которая увлекла ребенка. Есть то, что родитель сам не видит или не хочет видеть проблем в семье, в себе, что является, естественно, критерием и лакмусовой бумажкой поведения ребенка. Это все от нас, от родителей. Хотя, справедливости ради, проблемы встречаются и в благополучных семьях? Конечно же. Мы говорим, что понятие благополучия не всегда связано с материальным достатком. Не всегда. Это не всегда, чтобы были продукты. Это не всегда, чтобы было обеспечение финансовое очень серьезное. Ребенку психологи говорят, что нужно иметь психологическую защищенность такую. Потребность быть услышанным, чтобы быть значимым для своих родителей. Потому что дети любят своих родителей любыми. А вот родители иногда хотят, чтобы дети соблюдали, были вот то, 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 то было. А если они не достигают, тогда они... Повод задуматься. Какие правонарушения ребята из Гомеля чаще всего совершают сегодня? Ну, актуальное нарушение антиалкогольного законодательства 17.3. Часто мелкие хищения, часто хулиганские действия. Предметом вообще преступных постигательств являются мобильные телефоны. И также денежные средства посредством компьютерной техники. Какие из правонарушений молодеют? Ну, в основном это кражи. Нарушения антиалкогольного законодательства. Страшно ведь то, что возраст самих ребят в этих правонарушениях становится все ниже. Есть дети, которые нарушают законодательство до достижения возраста уголовной или административной ответственности, конечно. Но мы над этим работаем, естественно. Проводится ряд профилактических мероприятий, естественно. Работа с детьми, с родителями, что дает свои определенные результаты. Ситуации бывают разные. Например, каждая суббота и в учреждениях образования шестой школьный день, куда приглашаются дети для занятий с физкультурой, спортом, творчеством, дополнительными занятиями. Однако некоторые родители считают, что ребенок и так очень сильно устал в учреждении образования за учебную неделю и не может посещать. И отказываются от предложений, например, классных руководителей. Например, какие-то профилактические мероприятия межведомственные проходят. Но по факту оказывается, что ребенок от посещения учреждения образования устал, а почему-то в это время, в субботний день, распивает напиток, спиртные напитки ребенку, например, 13 лет. И такие случаи есть? И такие случаи есть. И родители должны понимать, что ребенок, где в субботу их ребенок, где он отдыхает. Лучше бы он, конечно, отдыхал, спортом бы занимался в учреждении образования, в какой-то спортивной школе. Был под надзором и занят. Под надзором был. Конечно, был занят конструктивной деятельностью. А не просто ходил где-то, где родители не знают, где он ходит. И в завершение. Комиссия по делам несовершеннолетних в регионе более 100 лет. Да. Как за это время поменялись методы профилактики, что сегодня однозначно эффективно? Однозначно эффективно. Интерактивные методы работы с несовершеннолетними. Это интернет-пространство, это всевозможные квесты, это всевозможные, вот сейчас в городе Гомеле мы практикуем правовые площадки, диалоговые площадки по правовой направленности, где дети могут, несовершеннолетние могут проговорить какую-то ситуацию, обсудить, не согласиться, возможно. И про ответственность узнать, что это важно. Ответственность отработать какие-то моменты на практике, то есть квесты предполагают же знания, нормативные базы, то есть там подсказок нету, ее нужно знать. Спасибо за это интервью. Действительно, свои права и обязанности нужно знать. Будем считать, что это повод задуматься. До встречи в эфире. До свидания. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Репортаж Екатерина Жданович. В Вайбере поступает звонок на аватарке звонившего. Логотип Беларусьбанка, номер российский, ну, звонила девушка, вот, она представилась сотрудникам Беларусьбанка, сказала, что с моей карты в настоящий момент производится незаконная операция. По переводу денежных средств некому лицу называют имя, фамилию, отчество этого лица. Спросила, делаю ли это я. Я сказала, естественно, что нет, я такой операции не делаю. На том конце провода и подумать не могли, что собеседник не кто-нибудь, а оперативный сотрудник управления по противодействию киберпреступности. По опыту работы Игорь с первых слов понял, что имеет дело с мошенниками. Однако разговор прекращать не стал. Сработал, так сказать, профессиональный интерес и желание выйти на след злоумышленника. Она говорит, что нам, ну, значит, нужно очень срочно заблокировать вашу карту, спрашивает, какой, вы помните, последний баланс. Вот, ну, чтобы, так сказать, подогреть интерес этой дамы, мы, естественно, сказали, что сотрудники, коллеги тоже были рядом. Естественно, сказали, что около 8 тысяч белорусских рублей на карте. Далее поинтересовалась, есть ли еще карты каких-либо других банков. Спросила, какого банка. Я назвал один из банков Республики Беларусь. Вот, она сказала, что сейчас переключит на сотрудника этого банка. Сделала вид, как будто осуществилось переключение. Трубку поднял молодой человек. Мы поняли, что, несмотря на то, что это разные люди, парень и девушка находятся они в одном помещении, потому что во время разговора с парнем был слышен голос девушки, хотя они представляются сотрудниками разных банков. В Лыже сотрудник банка настойчиво предлагал скачать программу, которая по продуманной преступной схеме позволит ему благополучно и быстро перевести деньги с карты владельца на собственный счет. Ссылки сбрасывались на две программы. Это TeamView и AnyDesk. Вообще, это специальная программа, которая позволяет управлять другим устройством. Будь то компьютер, либо мобильное устройство, неважно, то есть устанавливается на двух разных компьютерах, вот, и с одного компьютера можно управлять другим, причем управлять полностью. И кто знает, возможно, мыши могли бы угодить мышеловку. Но в какой-то момент мошенники смекнули, что к чему, и мгновенно ретировались. Однако, это история человека, знающего о киберпреступности и хитроумных схемах все и даже больше. А вот обычные граждане зачастую ведутся на приманку и доверчиво сдают злоумышленникам все явки и пароли. При этом забывая об элементарных правилах хотя бы тех, что прописаны в договоре с банком. Когда вы подписывали договор на оказание определенных услуг банком, внимательно ознакомимся с этим договором. Там четко, ясно сказано, что всю конфиденциальную информацию ни в коем разе нельзя передавать другим лицам. У нас есть вся информация в работников отдела безопасности относительно клиентов. И поэтому нам не обязательно кому-то чего-то звонить. Мы моментально можем получить всю информацию о клиенте. По информации банка, за последний год со счетов белорусов преступным путем утекли свыше 2,5 миллионов белорусских рублей. Согласитесь, значительная сумма. Особенно участились случаи кражи денег в конце 2020 года. Естественно, все по вертикали озабочены этой, так сказать, проблемой. Что касается, допустим, юридических лиц, каким образом уберечь деньги учреждений, предприятий и так далее. Если какая-то идет платежка и имеется подозрение, мы, значит, предоставлавливаем движение по этим счетам, связываемся с бухгалтерией. Готовили они такое платежное поручение или не готовили. Если вы пользуетесь дационно-банковским обслуживанием, ну, я имею в виду М-банкинг, интернет-банкинг, там при открытии этой странички, там идет, внимание, мошенник. И там дается четко, ясная информация, как необходимо действовать в том или ином случае. Количество пострадавших от рук кибермошенников стремительно растет. Только за один месяц прошлого года на Гомельщине зафиксировано 530 случаев кражи денег посредством сетевых устройств и в интернете. В настоящее время распространенный вид мошенничества – это когда на торговых площадках различных объявлений. Злоумышленник ищет продавца, узнает его номер телефона, затем с помощью мессенджера Вайбер, Телеграм или Ватсап связывается с ним, скидывает ему фишинговые ссылки, по которым человек переходит и вводит уже банковские реквизиты банковских платежных карт. Злоумышленник завладевает данными банковских карт и уже осуществляет доступ непосредственно к банковскому счету и переводит деньги себе на счета. В большинстве случаев на удочку мошенников попадаются представители старшего поколения. Молодежь, как правило, более информирована и подкована в вопросах интернет-пользования. Потому бдительность теряют немногие. Однако мало кто из нас не похвастается своей историей развода в сети. Гомельчанин Павел Шамбир – частый пользователь интернет-площадок для бесплатных объявлений. Переписка с кибермошенниками для Павла стала уже чуть ли не хобби. Благодаря такому, пусть не очень полезному, но богатому опыту, молодой человек понимает, чтобы раскусить преступника достаточно простой человеческой психологии. То есть человек спрашивает, можете ли сделать дешевле. Ты говоришь, что да. Дальше ведется разговор-разговор. В итоге, когда надо отправлять, он уже не уточняет стоимость. Он пишет с большими паузами. То есть он что-то написал – пропал, написал – пропал. И теряет мысль. То есть он что-то спрашивает, ты отвечаешь, он как бы уже спрашивает дальше. Видно, что общается с большим количеством людей. Часто спрашивают, есть какие-то недостатки. Ты говоришь, да, есть там такой-то недостаток. Он говорит, хорошо, меня устраивает. То есть он не уточняет, насколько это сильный там недостаток. И еще один важный момент. Телефонный номер лжепокупателя в мессенджере чаще всего засекречен или не отображается. Если это совершают граждане республики Беларусь, зачастую удается напасть на след и привлечь к уголовной ответственности данное лицо. Но, как показывает практика, звонки осуществляются с территории Российской Федерации, Украины. Злоумышленников нельзя привлечь к уголовной ответственности. Анонимность и безнаказанность. Козыри кибермошенников. Наша с вами бдительность – главный инструмент в борьбе с ними. Однако, если даже на какой-то момент вы расслабились и ваши деньги ушли в неизвестном направлении, не стоит отчаиваться. Обращайтесь к правоохранителям. Так, по крайней мере, хоть и небольшой, но остается шанс наказать преступников. Екатерина Жданович, Сергей Лукашук, Игорь Морищенко. Новости недели. Период от Рождества до Крещения православные христиане называют святками. Это время радости и всеобщего веселья, когда люди празднуют, ходят друг к другу в гости и колядуют. На Полесье встретить ряженых чаще всего можно в канун Старого Нового Года. Как сохраняют традиции предков современные гомельчане и без чего не обходятся колядки, узнавала Анна Корольчук. В ночь с 13 на 14 января в Беларуси отмечается Старый Новый Год. И все мы с детства знаем, что в этот вечер нужно отправляться щедровать. Большие компании ходят к соседям, рассказывают стихи, поют разные песни, а взамен ждут конфеты, сладости и, возможно, даже деньги. А вот как щедровать правильно, знают ребята из Гомельской талаки, которые не первый год отправляются щедровать на улице Гомеля. Сегодня мы сходим к ним и узнаем, как это делать правильно. Краевеческое объединение много лет подряд приглашает всех желающих принять участие в щедриках, традиционном колядовании в щедрый вечер. Считается, что чем веселее он пройдет, тем счастливее будут следующие 365 дней. Поэтому молодежь переодевается в ряженых и отправляется в город. Поздравлять людей и заряжать своим позитивом. Ну, не секрет, что больше городского населения – это вязковцы, которые в свой час урбанизовались вообще-таки. И треба сказать про ту радость, с которой люди завжды сустракают, войны узгадывают. Хочется, все то и детинство, свои колейные по вязках, по вязковых дворах также ходили с такой же веселостью и радостью. И плюс мы шмат едем в экспедиции по Гомельщине, где до этого часа фиксуем это обратно. И в основе, как раз таки, тех песен, тех делений, которые сегодня будут, лежит соправданная, аутентичная традиция, которая живее и в весе, и дякую намаганию в Гомельской талаке. Так само уже не одно десяти годе живее и в самим Гомеле. Участникам праздничного шествия нужны особые атрибуты. Среди них вифлемская звезда и коза. И если с метафорой небесного объекта все понятно – это символ Рождества Христова, то образ козы можно назвать противоречивым, связанным с язычеством. У наших предков рогатая была символом достатка и благополучия. Кроме того, среди ряженых можно найти других животных – медведя, коня, кота или зайца. Считалось, что чем больше людей заглянет к вам в гости, тем больше богатства можно ждать в Новом году. В ответ на песни «Доброе пожелание» калядующих принято щедро одаривать. Даже самых юных участников нашего шествия уже можно назвать опытными щедрующими. Например, Захар участвует в калядах в третий раз. А песню ты знаешь правильную? Ну, некоторые, да. Так, а еще какие традиции знаешь на щедрике? Калядин, калядин, я у мамки один, я у батьки один. По колену пирожок, дай, тетка, пирожок. Пирожка мало, дай, тетка, сало. Отлично. Покажи, что у тебя в корзиночке. Вот. Несколько часов калядования и в сумках полно вкусных угощений. Такой обычай до наших дней сохранился во многих деревнях. А для гомельчан и гостей города на площади Ленина вечером провели праздничную программу. Артисты Дворца культуры Белецкий показали два интерактивных спектакля. Ночь перед Рождеством Николая Гоголя и авторскую развлекательную программу «Святки-калядки». Атмосферу создавали и выступления музыкальных коллективов. Анна Корольчук, Александр Харлампов. Новости недели. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова